Чтобы попить чаю, обменяться впечатлениями, обсудить планы на будущее, гостям из Норильска пришлось проделать немалый путь. Впрочем, им не впервой. Люди за этим столом сделали немало для помощи военным в зоне СВО. И основной движущей силой этого процесса стала ветеранская организация «Боевое братство». Это связующее звено каждой семьи, каждого солдата, каждой ячейки нашего общества. Несмотря на то, что мы все в разных абсолютно разбросанных плоскостях нашей необъятной Родины, но тем не менее мы можем сегодня сплотиться, найти друг друга и помочь друг другу. Норильск находится почти в трех тысячах километрах от Москвы. Норильчане договорились с местной логистической компанией доставлять грузы до столицы, а вот с дальнейшим передвижением возникла проблема. Тогда на помощь пришло Ленинское отделение «Боевого братства». «Боевое братство города Норильска, в том числе Андрей Басенко, с кем мы проходили службу на Кавказе, он знал, чем я занимаюсь в первые дни, и он обратился к импомощи. Если мы захотим помочь нашим мобилизованным ребятам, вы не откажете? Я говорю, Андрей, мы с тобой в одном окопе были. Конечно, нет. И на тот момент, когда они приехали сюда, и их груз прилетел самолетом, мы загрузили в нашу машину и, как говорится, совместно «Боевое братство Норильска» и «Боевое братство города Видно» отвезли мобилизованным их норильчанам. Помимо этого мы встретились с нашими ребятами с Ленинского городского округа». Более 10 тонн груза собрали норильчане для отправки в зону СВО, но в феврале этого года возникла идея лично навести земляков. И здесь на помощь вновь пришли представители Ленинского отделения «Боевого братства». Родственники, близкие, передавали посылки, и мы посчитали своим долгом сесть к ребятам и передать им лично в руки. Это было очень приятно и нашим ребятам, и нам было очень приятно. Мы видели их глаза, лица, мы с ними ночевали в расположении, делились впечатлениями. Важной и трогательной частью встречи стало вручение благодарственных писем главы города Норильска, ценных подарков и наград от Норильской общественной организации «Черный тюльпан». Это знак признательности и благодарности за помощь, которую оказывают руководство округа и члены Ленинского отделения «Боевого братства» участникам СВО из Норильска. Служу России, казачеству и вере православной, и Ленинскому городскому округу. Через два дня закончится формирование очередного груза, и члены «Боевого братства» вновь отправятся в зону проведения специальной военной операции. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.